После невероятного успеха в пластинке Hysteria, The Flappard приступили к работе над своим пятым альбомом, надеясь избежать задержек и проволочек, связанных с предшественником. Однако алкоголизм гитариста Стива Кларка усилился до такой степени, что ему постоянно приходилось ложиться на реабилитацию. В середине 1990-го Кларк получил 6-месячный отпуск, который стал для него фатальным. Стив умер от смеси рецептурных лекарств и алкоголя 8 января 1991 года в своем лондонском доме. Остальные музыканты приняли решение продолжать и записали альбом вчетвером. Гитарист Фил Коллин на записи имитировал стиль Кларка, основываясь на его наработках и предполагаемых гитарных партиях. Пятая пластинка The Flappard, получившая название Adrenalize, вышла 31 марта 1992-го и стала номером один в чартах Великобритании и США. В последнем даже в течение пяти недель коммерческий успех записи был отличным. Но с момента своего создания The Flappard были группой из пяти человек с двойными гитарными гармоничными партиями. Так что они должны были найти музыканта, который смог бы полноценно заменить Стива Кларка. Впервые слухи о поисках преемника появились в конце 1991-го, начале 1992-го, после того, как Фил Коллин был замечен в обществе бывшего гитариста Whitesnake и Фин Лизе Джона Сайкса в аэропорту Хитру во время сессии альбома Adrenalize. И действительно, хотя официального прослушивания не проводилось, The Flappard джимовали с гитаристом и даже пробовали записать с ним бэки для пластинки. Но, как утверждает вокалист Джо Эллиот, Сайкс продемонстрировал очень дряблые партии, которые не пришлись остальным музыкантам по вкусу. Другим кандидатом стал недавно покинувший Iron Maiden Адриан Смит, причиной чему было разочарование в работе над новой пластинкой группы No Prayer for the Dying. Гитарист осознал, что она будет очевидным шагом назад по сравнению с отполированными предшественниками Somewhere in Time is a seventh son of a seventh son. Смит потерял к этому интерес и решил уйти, чтобы попробовать себя в сольном плавании. Адриан собирает свой музыкальный проект и выпускает пластинку Silver and Gold, на которой выступает не только гитаристом и сонграйтером, но и вокалистом. Но, к сожалению, альбом не взлетел, так что музыкант решил взять перерыв в своей музыкальной деятельности и сосредоточиться на личной жизни. А если смотреть с точки зрения сонграйтинга, то не только сольная работа Смита, но и такая композиция, как, скажем, Stranger in a Stranger Land, с пластинки Somewhere in Time вполне могли бы вписаться в концепт творчества The Flappard. А если вспомнить, что в то время Адриан увлекался гитарными синтезаторами и проявлял большой интерес к напыщенному, продуманному, продакшену, то весь пазл складывается. Эллиот отмечал, что хотя он любил Смита, то, что они не выбрали его в итоге, стало для музыканта только плюсом. Он вернулся в Iron Maiden, там, где был его дом. Барабанщик Рик Аллен также был заинтересован в Адриане, но не сложилось. Фил Коллин же и вовсе утверждает, что не было никакого официального прослушивания ни Смита, ни Сайкса. Гитаристы просто пришли и поиграли с группой какое-то время. По словам Коллина, Дефлеппорт хотели скорее получить представление о том, какими же на деле они были людьми, а не проверить их исполнительские навыки, с которыми они были прекрасно знакомы по их работе в предыдущих коллективах. Что иронично, в 1980 году Филу Коллину поступило приглашение пройти прослушивание в Iron Maiden после увольнения Денниса Стрэттона. Но, как отмечает гитарист, ему это было не очень интересно. Да, он ходил в школу с вокалистом Полом Диана и знал его с шести лет. Остальные участники Maiden выросли в том же районе, что и он. Коллин называет их прекрасными людьми, он любит их. Но Iron Maiden это был совсем другой тип музыки, не тот, к которому у него лежала душа. Коллин начинал свою карьеру с глэм-рока, а потом оказался в Дефлеппорт и его это полностью устраивало. Помимо вышеназванных именитых гитаристов, Дефлеппорт также прослушали малоизвестного исполнителя из Бирмингема Кьюви Лукаса, Но его вокальные способности не соответствовали требованию группы. А это было одним из обязательных условий. Решение нашлось в лице гитариста Вивиана Кэмпбелла, который сделал себе имя, работая с Ронни Джеймсом Дио и Уайт Снэйп. Музыкант был давно знаком с вокалистом Джо Эллиотом. У них было много общих друзей. А поскольку Эллиот часто жил в Ирландии, откуда был родом Кэмпбелл, то они частенько пересекались и вместе проводили время. Пели, гуляли, играли в футбол. Вивиан считает, что именно благодаря этой дружбе Дефлеппорт дали ему шанс, ведь Джо знал его в первую очередь как человека, а это тоже было немаловажно для жизнедеятельности любой группы. Спустя пару месяцев после смерти Стива Кларка, Эллиот сказал Кэмпбеллу, что Дефлеппорт собирается продолжить и закончить альбом вчетвером, но в дальнейшем они планируют найти подходящего гитариста, и Джо хотел бы, чтобы им оказался Вивиан. И спустя примерно год Эллиот позвонил Кэмпбеллу и сообщил, что группа закончила новую пластинку и готовится отправиться в тур в его поддержку. Им нужен второй гитарист, так что будет ли Вивиану интересно встретиться с группой и обсудить это? Гитарист, естественно, сказал да. Вивиан признается, что прослушивание было странным. Во-первых, раньше он никогда не играл с электронными барабанами. Это сильно отличалось от классического подхода с акустической ударной установкой, поскольку гитарист не слышал звук самих барабанов. Он шел исключительно через мониторы, что было для него несколько непривычно. Во-вторых, основной акцент был построен на общении. Вивиан знал, благодаря Эллю, то, что Дэв Лэппорд были очень сплоченной группой, семьей, и теперь убедился воочию. Музыканты хотели понять, что он за человек, и смогут ли они полагать с ним или нет. Тем не менее, большим сюрпризом по словам гитариста для них стало то, что он также умел хорошо петь. Хотя финансовые перспективы от участия в Дэв Лэппорд должны были быть впечатляющими, не только деньги привлекли внимание Вивиана. Гитарист утверждает, что был настоящим поклонником творчества Дэв Лэппорд с юности. Кэмпбелл помнит, как купил первый независимый релиз группы в 1979 году. В то время гитарист был заинтересован в Дэв Лэппорд, поскольку они были его прямыми конкурентами. Вивиан был участником коллектива Sweet Savage, который был в таком же положении. Молодая хард-рок группа, надеявшаяся заключить контракт на запись в эпоху новой волны британского хэви-металла. Так что, когда у Дэв Лэппорд вышла первая пластинка на мейджор Лэйбри, Вивиан с удовольствием ее приобрел. Именно пиромания изменила отношение Вивиана к группе. Дэв Лэппорд нащупали свой узнаваемый саунд и манеру игры, и гитарист стал их поклонником. Когда Вивиан Кэмпбелл присоединился к Дэв Лэппорд, то он был участником группы Shadow King, о которой мало кто слышал, так что он покинул ее без каких-либо сожалений. В Дэв Лэппорд по понятным причинам Кэмпбеллу была отведена роль второй скрипки. Колин все-таки был сторожилом коллектива, так что у Вивиану достались партии Кларка. В новых работах у гитариста появилось побольше свободы. Впрочем, сам Кэмпбелл в то время утверждал, что ему не особо важно, будет ли он играть так же много соло, как прежде в других коллективах или нет. Быть гитарным героем больше не было его кредо. Вивиану действительно больше не приходится играть такие же убойные соло, какие он играл у Дио. Можем ли мы сравнить положение Кэмпбелла в Дэв Лэппорд с положением Джейсона Ньюстода в Металлике? Ситуации отчасти схожи. Оба музыканта, даже по прошествии, многих лет чувствовали себя новичками в группе, которым не воздают должное за их вклад в общее дело. Но с Ньюстодом, который отметился участием и вкладом в самых коммерчески успешных записях Металлики, обошлись, конечно, жестче. Вивиану в этом отношении повезло. Его стигма — это отсутствие возможности проявить свою виртуозность на полную и осознание того, что он никогда не будет настолько обеспеченным, как и остальные участники Дэв Лэппорд. На самом деле, после смерти Кларка, Коллин столкнулся не только с утратой друга и коллеги по группе, но и с большим временем и ответственностью. Музыка для Адреналайз к тому времени была написана, но стиль игры Кларка очень сильно отличался от манеры игры Коллина. Так что записать все партии за ушедшего товарища было очень сложно. Если стиль игры Кларка был ритмичным, мелодичным, иногда даже характеризовался как небрежный, то стиль Коллина был техничным и точным, что, как вы понимаете, приводило к трудностям в имитации звука гитарных партий Кларка. Из-за посредствий смерти Стива, а также проблем с записью Адреналайз, Фил подумывал даже покинуть Дэв Лэппорд. Эллиот утверждает, что гитарист заявил, что больше не может играть на гитаре после смерти Кларка. Фил был готов работать даже водопроводчиком, лишь бы больше не браться за гитару. Однако после того, как Кэмпбелл присоединился к Дэв Лэппорд, давление, оказываемое коллективом, продюсерами и поклонниками на Коллина, заметно упало, позволив ему, как и прежде, наслаждаться своим любимым делом. И не стоит забывать главное, друзья. Ведь к моменту прихода Вивиана Дэв Лэппорд окончательно оборвали все возможные связи с металлом как таковым. Начиная с 1988 года, благодаря усилиям самих музыкантов и продюсера Мэтта Ланга, Дэв Лэппорд переродились окончательно в поп-рок-группу. И для виртуозности Кэмпбелла времен Дио в творчестве коллектива не было места по объективным причинам, а не злому умыслу. Сам Вивиан был приятно удивлен тем, что Дэв Лэппорд были действительно группой, где считались с мнением каждого участника. Так? В свое время коллектив добился успеха и не собирался в дальнейшем отказываться от этого принципа. Все перемены, что происходили с Дэв Лэппорд, были вызваны коллективным решением и адекватным ответом на изменение музыкального ландшафта, а не рокировкой одного участника, как могли подумать некоторые поклонники коллектива. Относительно работы в Дио и Вайтснейк, Кэмпбелл отмечал, что там с самого начала было понятно, что ни о какой группе, в смысле сплоченных единомышленников, объединенных одной целью, речь даже не может идти. Все они были проектами, вращающимися вокруг фронтмена. Работая с Дио, признается Кэмпбелл, он был лишен права голоса в выборе направления группы, продюсера и прочих творческих вещей, да и зарабатывал он намного меньше, чем Роуди группы. Вайтснейк, наоборот, очень хорошо платили, но никакие творческие идеи Кэмпбелла не приветствовались. Каверделл четко знал, чего он хочет добиться и кто может с этим ему помочь. А вот Дэв Лэппорд же оказались настоящей группой и, как надеялся гитарист, последним для него пристанищем. Впервые на сцену в составе Дэв Лэппорд Кэмпбелл вышел 15 апреля 1992 в маленьком клубе МакГонагалл в Дублине, где когда-то Вивиан начинал свой творческий путь в составе коллектива Sweet Savage для шестиста собравшихся. Кэмпбелл утверждает, что хотя был взволнован, но совсем не нервничал, он чувствовал, что получит исключительно положительные эмоции от тура. Остальные музыканты отмечали, что уже с первого концерта создалось впечатление, как будто Вивиан был в группе с самого начала. Джо Эллиот признается, что это было странно. Он не ожидал, что все произойдет так просто, ведь они искали замену человеку, который умер, а не которого они уволили и ненавидели. Тем не менее, вокалист был бы удивлен, если бы поклонники не приняли Кэмпбелла. Что они хотели? Дэв Лэппорд при всем желании не смогли бы вернуть Стива. Кларка, говорит Эллиот, все любили в группе. Но предполагает Эллиот, поскольку прошло 18 месяцев с момента смерти Кларка, то время заречило некоторые раны. И когда вокалист представил Вивиана как нового участника коллектива, публика встретила его аплодисментами. А 20 февраля Дэв Лэппорд приняли участие в грандиозном Фредди Меркури Требют Консорт на стадионе Вэмли перед 72 тысячами человек. Кэмпбелл говорит, что выступление было очень волнительным, но он отлично провел время. Были ожидаемые технические проблемы с мониторингом на сцене, но не более того. И хотя сами Дэв Лэппорд считали, что могли бы выступить намного лучше, поклонникам стало понятно, что их любимая группа не собирается сдаваться и будет биться до конца. Такие дела. Друзья мои, берегите себя и своих близких. До новых встреч. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!